МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эй! Привет! Опа-на! Это ты, Малина, которая сегодня первый раз занимается, да? Да. Ну что ж... Пошли поработаем? Пошли поработаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну расскажи же мне, что ты хочешь изменить во всем вот в этом тюнинге? Ну, я хочу подтянуться, я хочу подкачать ноги, попу, ну и вообще, в общем, тело подтянуть, потому что это необходимо. Послушай, ну, подкачать попу, то есть ты хочешь сделать ее больше? Да. Больше? Больше, больше и упружу, да. Ну, насчет обувисти, все поработают, а больше никто, ты хочешь действительно, ну, как у молотки, да? Да. Хорошо, будем работать на попную массу. Хорошо. А что делаем с талией, уменьшаем или вставляем? Уменьшаем, уменьшаем. Талией уменьшить, попу накачать, груди? Подкачать, подтянуть. Подкачать. Руки? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть подсушить, ты хочешь, рельеф. Да. Ну, мне кажется, что я все понимаю, можно, такой вариант, что мне потом покажешь фото какой-то спортсменки, которая тебя устраивает, да? Раскал. Как шаблон. Да. Голову уберем и будем делать, работать по такому же шаблону. Но все равно у каждого человека тело, природы свое. Марина. Да. Ты уже имеешь какой-то опыт тренировок? Да, конечно. Я уже ходила в зал, покажи, какие упражнения ты делала. Хорошо. Я делала приседания, ты вот смотри, как я делаю, потом подкорректируешь, хорошо? Да. Стоп. Хорошо, но если ты будешь так приседать, во-первых, могут начать болеть колени, во-вторых, может не столько накачаться попа, сколько ноги, вот тут спереди, квадрицепса. Подходит ли это тебе? Ты хочешь сказать, что я это все делаю неправильно? Ну, можно сделать еще лучше. Давай тогда улучшим. Можно немножко изменить технику, и у тебя ягодичные мышцы больше почувствуются уже после сегодняшней тренировки. Хорошо, показывай. Дело в том, что есть один секретный способ, как научить девушку приседать за счет ягодичных мышц. Их нужно очень сильно оттопырить назад. Это звучит смешно, но на самом деле это работает. То есть, чем больше отводится центр тяжести на пятки, и чем больше мы встаем, упираясь в пятки, что возможно только при отведении попы назад, далеко назад, тем больше эффект. Поэтому есть такой прием. Мы берем какой-то предмет, лучше безопасный, плавочку, например, ставим сзади. И до этого предмета нужно дотянуться... Попой? Да, ягодичными мышцами. И коснуться. Итак, мы научим тебя приседать и красиво, и правильно, и эффективно. Хорошо. Попробуем. Итак, сначала начиная с более простой задачи. Существует древний методический способ, как научиться приседать именно на пятки и вставать именно за счет сокращения ягодичных мышц. Мы ставим сзади лавочку, скамеечку. Ноги ставим широко, носки в 45 градусов в сторону. И начинаем приседать, и выводить назад таз как можно больше. И вот те повторения, где мы смогли дотянуться до лавочки и коснуться ее, они более эффективны. Поднимаем голову вверх и создаем руками противовес. Вот, в общем-то, и все. Теперь ты. Стоя, пробуем? Пробуем. Уже? Уже. Пора? Да, пора. Чуть-чуть отойди назад. Назад. Хорошо. Руки вперед. Теперь, я думаю, можно попробовать. Смотри вверх. Без лавок. Никогда приседай, нельзя смотреть вниз. Всегда вверх. Ты не можешь пробовать без лавочек. Должна взять пять раз на лавочку. Поехали. Раз. Нормально. Колени в стороны, попу назад. Руки вперед. Встаем. Все? Еще больше назад уходи. Глубокий наклон, сильное выпячивание назад. Давай, работаем. Таким образом, теперь, когда ты уже поняла, в чем суть, и как нужно, и что куда отводить. Мы сейчас попробуем уже выполнить приседания с обычной стандартной штангой. И я думаю, что у тебя уже все получится совсем по-другому. Прошу вас. Пошли. Проходим. Так, смотри, не спеши. Ты заходишь по штангу медленно. Ставишь ее на линию ниже шеи, на спину фактически. Руки должны быть поуже. Спиной снимаем штангу, отходим назад. Отходим, отходим. Это обязательно с тренером все делается. Разводим ножки пошире. Еще чуть-чуть пошире. Так же, как было без стандартной штангу. Эту ножку чуть-чуть вперед. Все должно быть идеально. И теперь, не спеша, глубоко приседаем. Давай, раз. И встаем. И смотрим со стороны. Отходим. Мало отходишь. Отводи так, как у малышка. Вот. Уже лучше. И так каждый раз. Далекое отведение ягодиц назад. Еще раз пробую. Вправление не люк, не люк в стороны. Попа идет назад. Вот. Вот сейчас правильно. Представься, что тебе нужно дотянуться. Дотянуться назад ягодичные мышцы. Ну, зачем? Чувствовала разницу? Да. Еще раз. Еще раз, пока ты не почувствуешь пухну. Чувствую уже. Ты чувствуешь пухну? Давай еще раз. Она моя. Чтобы ты запомнила. Чтобы ты запомнила это ощущение. Своих ягодиц. Как они горят и пылают. Сейчас мы с тобой поприседали вместе. Да. Я был в контакте с тобой. И постоянно делал технику правильно. Если ты куда-то не туда убирала наклон корпуса. Тогда я его мог поправить вручную. А сейчас нужно, чтобы ты запомнила, чтобы ты сама сделала подход. Полностью выполнила сет от начала до конца сама. Чтобы если ты окажешься без меня в тренажерном зале, чтобы ты могла сделать это упражнение идеально и чтобы я мог быть спокоен. Хорошо. Поехали. 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 Снимаем. Буквально два шага назад. Разводим ноги. Носки на 45 градусов. Все. Пошла. Смотришь наверх и выпячиваешь. Раз. Отлично. Очень хорошо. Прямо видно, как сокращаются ягодичные мышцы. Осторожно колени. Колени вниз вперед. Колени в стороны. Попу назад максимально. Медленно. Глубоко. Глубоко. И так же вставай. Пятками. Вот. Вот. Это хорошо было. Повторение. Идеально. Садимся. Смотрим вверх. Выдох. Встаем. Отлично. Ладно. Возвращаем его на стойки. Ну что? Разрывается? Да. Что нужно? Супер. У меня есть один вопрос. Как ты относишься к любви? К бицепсу бедра? У тебя же есть бицепс бедра. Это мышца от ягодичной мышцы и до подколенной впадины. Да. Вот. Что ты думаешь об этой зоне? Я думаю, что ее тоже надо тренировать и качать обязательно. Ты довольна своим бицепсом бедра? Не, я довольна всем вообще, но желательно бы еще все улучшить. Вот. То есть ты пришла в зал, хотя ты выглядишь классно, но ты считаешь, что нужно самосовершенствоваться. И сейчас мы будем делать румынскую, или, как говорят, еще мертвую тягу. Подходи к штанге и делай. Подходим к штанге. Слушай меня. Выпрямись идеально. Отошла назад на один шаг. Уже на два шага. Свели лопатки, не спеши. Ноги почти прямые. Не надо сильно сгибать. Смотри вверх. Медленно наклон до колена. И обратно. Еще меньше сгибаешь ноги. Еще меньше. Хорошо. Не спеши. Медленно, медленно. Такой же принцип, как и в приседаниях. Чем больше назад ты отведешь свою попу, тем больше ты почувствуешь сзади невероятных ощущений. Отлично. Не смотри вверх. На меня не смотри. Медленно. Выдох. Начинаем дышать. Вдох. Выдох. Глубже, глубже, глубже. И опять выдох. Не сгибай, не сгибай. Нагибайся. Не гибайся. Все у тебя хорошо. Ничего не соскальзывает. Еще до... Там еще полчаса продержится. Давай. Возвращай назад. Давай рассмотрим, какие мышцы работают в этом упражнении. Напрягается шея, мышцы шеи. Ты, когда сводишь лопатки, чтобы держать штангу, статически работают трапециевидные мышцы. Поясница очень активно качается, или длинные мышцы спины. Ягодичные мышцы. И очень хорошо работает бицепс бедра. Таким образом, теперь ты все знаешь, что есть упражнение целый комплекс. И от этого упражнения очень хорошо сжигается жир. Энергоемкость, энергозатратность в упражнении очень большая. Больше, чем качать пресс в 25 раз. Да? Да? Да. Значит, приседания и румынская тяга – два самые лучшие для тебя упражнения. Ну что, если честно, после этих приседаний и после этих румынских наклонов, на следующие и последующие дни может быть такая сильная, жуткая, ужасная боль в ягодицах, что ты можешь потом даже испугаться и не прийти на следующую... Не быстро ставил. Или этого не случится? Или да. Или да. Смотри, если это видео понравится нашим зрителям, то я думаю, что мы обязательно снимем, как ты выполняешь другие упражнения. А на первый раз, я думаю, много не нужно. Поэтому до скорой встречи. Пока. 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 Спортсмен. Вот такие вот происходят тренировки у нас, что потом приходится избавляться от лишней энергии своим способом. Каждый раз, когда мы снимаем видео для YouTube, мы также снимаем видео и для секретной качалки, для подписчиков сайта. Если вы хотите, чтобы Марина была в фокусе, сейчас она в расфокусе, и посмотреть еще одну тренировку с ней, которая нет в открытом доступе, обязательно подпишитесь по ссылке, которую вы сейчас увидите. И буквально в два клика вы получите приглашение посмотреть еще одно скрытое видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok